Добрый день, у меня не работает камера. Я включу камеру, когда у меня будет камера. Очень приятно, просто я смотрел Ваш канал на YouTube, я говорю, что у меня не работает камера, я видел Ваш канал на YouTube, смотрел Ваши фильмы и мне очень понравилось, что как Вы подходите к Богу, как Вы верите в Бога, очень мне понравилось это, что отношение между людьми Вашей деревни, я уже не помню, как это древняя Ваша называется. Потеряевка. Вы понимаете мой русский язык? Он что-то такой, я так знаю, немного. Да, мне очень понравилось, как Вы относитесь между собой, просто я никогда в России не был, но у меня это, просто отношения между Вашей, между людьми из Потеряевки мне очень понравились. Вы живете прямо в Польше? Да, я живу в Польше. А от Варшавы далеко? Ну, я уже говорил, где-то 100 километров. А мы в 2013 году проезжали по Польше с миссионерской поездкой, были в Варшаве, и там в национальной библиотеке, мои книги все есть. В Варшаве? А на какой улице? Это библиотека? Ну, центральная библиотека, центральная, национальная. Ага, центральная, ага, ага. Ну, там будет по-польски или по-русски? По-русски. А, это книги будут по-русски, да? Да, мы проехали потом, у нас было в 2014 году поездка, только проехали мы уже через Турцию, были в Италии, и мои книги я подарил папе, Франциску и Венедикту. Угу, даже так. Да. Ну, очень интересно. Скажите, далеко? Далеко? В Ватикат. Это ваше... А? Хорошо. Ваша деревня далеко от Барнаула? Барнаула, это... 150 километров. А, это недалеко. Это уже Сибирь, да? Это уже Сибирь. Севернее нас Новосибирск. Ага, ага. А, что сейчас у вас там очень-очень холодно, да? Нет. Нынче удивительно теплая зима, еще морозы не настали. Вот на этой неделе будет только еще градусов 17. Ага, ага. Знаете, мне просто очень понравилось, как... Как вы приняли этих... Как это, безженец? Нет. Ну, с Украины они приехали. Это семья. Это в прошлом году? Или когда они приехали? Ночевали там на Вежевосинах, украинцы. А, да. Ну, они с Украины приехали, правильно. Да, да, да. Мне вообще там понравилось. Как вы убирали это все вокруг дома, А, чтобы их принять. Да. А, это в Потеряевке. В Потеряевке. Ну, да, да, да. Там долго никто не жил. Я печник, печь делаю. Потом печь отремонтировали, колодец, все. Да, печку, да. Потом колодец, да. Потом все вы там убирали эти... Клоны? Клоны или клены? Как это? Деревья, сухие, там кусты, все. Да. Просто мне... А потом я видел еще такой фильм, как вы поймали вора. Вора, как вы поймали там. Просто как вы интересно с ним разобрались там. Человек такой был. Мне очень понравилось. А жаль, что нам, полакам, нужная виза, чтобы в Россию поехать, чтобы посмотреть, как живут люди. Настоящие. Ну, посмотреть на свои глаза. Жаль, что... Жаль, что... Ваш президент выдумал визы для нас. А что у вас глазка? Почему нету? Чего? Глазка, чтобы вас видно было. Почему нету? Ну, я говорю, что поломалась камера. Камера не работает. Поломалась камера? Поломалась. А купить, она же недорого стоит. Да, да, да. Я вам сказал, что как я покуплю, так я и включу. Вот так купите, купите, так зайдете. Поговорим тогда. А вы кто, католик? Да, да, я католик. Мне очень понравилось, как вы относитесь к Богу. Как вы обращаетесь к Богу. Да, я католик. Ну, у нас в Польше 95% католиков, да? У нас хорошие отношения с католиками. Я был в Турции. Ну, конечно. И там Ксенц Андрей звать Андрей. Ага. Ну, мы там беседовали, я ему книги подарил. Ага. Ну, у нас мы, мы католики в православном, братья. Братья просто. Вы славянские братья. Да. И по вере тоже братья. У вас рукоположение от Петра, а у нас от Андрея. А, у вас на правую сторону, да? Ну, да, вот так. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Да, 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 да. А у нас на левую сторону. Да. И в имя Отца, и Сына, и Духа Святого. Амин. Это так. А, как еще хочу. Да, это я, когда покрутил камеру, я вам позвоню. Мы позже поговорим. Сколько вам лет? Ну, я уже не такой молодой. Я уже 44. Мне 44 лет. А мне 76. Да, я знаю, потому что я видел ваш день рождения. Я видел вас там. Вы родились в 1939 году, да? Да. Когда мы поехали через Шенген, надо было входить нам. И через Польшу. Нам говорили, как трудно в Польше переходить. Дороги плохие. Но когда мы поехали, нам не один раз приходилось пересекать Шенгенскую зону. То самое легкое было в Польше, наоборот. Самое легкое. Да? Да. Ну, видите. И дороги, дороги там делают хорошие. А нам, ну, говорили в интернете, что там дорог нет, болото одно. Дороги хорошие, но берут деньги везде. Сейчас-то деньги надо. Почему? А кто так говорил, что у нас такие плохие, что так у нас плохие болота и так дальше? Ну, которые люди были, видимо, раньше. Там раз дороги-то строятся, и, видимо, такие были они. А мы к нам поехали. Поехали. Где-то 40 лет или 30 лет назад. Так, дороги уже хорошие. Да, сейчас-да, да, да. Ну, конечно, жалко, что как мы вошли в Евросоюз, мы потеряли с русскими, как бы сказать, близкие. Ну, нам ввели визы, чтобы мы к вам поехали, нам надо виза. И чтобы вы, россияне, приехали к нам, тоже им нужная виза. У нас тоже виза была. Мы проехали до Португалии, Португалию. О, далеко-далеко. Да, мы прошли Скандинавию, Скандинавию, все, Швеция, Дания, а потом Прибалтику прошли. А сколько вы искали мест в России, чтобы найти эту патеряевку, так? Патеряевку-то. Патеряевку. Сколько? Если кто-то приезжает, знает, так мы даем им адрес. Но только у нас уже определенное правило. Человек, чтобы не курил, не курил, не пил. Не, ну я, если что-то мне касается, я не курю, я не курю, не пью, не материал, как-то там еще. Да. А еще и наркотиков тоже не употребляю. Ну, это хорошо. Да, но я католик, просто тоже пиращик. А вы каждое воскресенье ходите в костел? Да, да, в 10 часов, да, в 10 часов утра. А у нас 8 утра завтра, богослужение. Мы сейчас вот пришли из храма вечером. Да? Да. А у вас который сейчас час, который отчислен? Я сейчас скажу вам сколько, но на 4 часа, наверное, разница. Вот у нас сейчас 8 часов 35 минут. А у нас 15 часов 36 минут, да? 36. Это 5 часов, да, разница? Так, вы по-русски произнесите, как вас звать? Меня звать Войтек. Войтек? Да, Войтек. Как вы слышите, так и напишите. А Войтек как по-русски перевести? Ну, не знаю, это польское имя. Это польское имя. Я не знаю, как. Перевод какой-то имеет? Ну, я думаю, что нет. Вот у нас, допустим, Георгий, это земли пашес. Да, это Георгий, это будет Еж, да, по-русски? Ну, вот он пашет землю, который. Вот я ими меня... А, Войтек? Это знаешь, я вам скажу так по-другому, я уже понял, что вы говорите. Мне надо будет так, что Войтек как солдат, а Чех, по Чеху, это как улипка. Улипка. Так, на два, ну, как, не знаю. Улыбка. Не знаю, как объяснить по-другому. А, Войн, Улыбка. Войн, Улыбка. Вы же как. Я вот с мусульманкой переписываюсь, у ней в гостях были в Азербайджане, ее звать Самира, а по-русски это собеседница, то есть побеседовать ей можно. А, видите, ну, это уже такое, такое, для меня трудно объяснить, потому что у нас так не спрашивают, так просто люди, ну, просто имя, имя. Не просто. А у вас Библия есть? Ну, теперь нет, просто я в другом месте живу, и там осталось, в другом месте я жил, да? Да как здесь Библия-то надо? У вас, наверное, есть розария, розария молитвенник? Да, есть молитвенник, да, место есть. Евангелие надо каждый день считать, чтобы не нарушать заповеди Божьи. Да, да, и потому мне понравилось, что у вас, вы так просто, при этом относитесь с таким большим уважением, мне так понравилось. Мы вот с кем беседуем, у нас католики, мы в хороших отношениях всегда тут. Ксенс, у нас, когда собирают религиозных деятелей, мы знали, очень грамотный. И от нас его послали в Канаду, а прислали другого. Был роман, как это, ЦАЛА, ЦАЛА, фамилия его, ЦАЛА. ЦАЛА, да, ЦАЛА, да, как по-русски ЦАЛА, 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 да. Везде к больным, в больницу, он везде-везде был. Хороший такой еще, хороший ксенс. А у вас, у вас, по кировке, далеко костел? Такой костерический? Церковь, она прямо внутри у нас. Вот я где сижу, у нас тут во дворе церковь, это я в Барнауле. Ага, вы сейчас в Барнауле, да? Я в Барнауле, зиму я в Барнауле, а летом с детским лагерем. Я начальник детского лагеря. Да, я знаю, вы там говорите, что уже 40 лет занимаетесь. 44. А уже 44, да? Без помощи государства, мы сами. Да, да, просто это тоже мне так, чтобы такие, ну, все знают, как сделать сами, просто делали. Мне это тоже понравилось, что просто без помощи государства. Так, вы, Войтек, не против, что мы вот это записываем, в интернет выставляем? А что? Мы вот с вами разговариваем, мы записываем и в интернет выставляем. Вы не против? Да, я не знаю, надо было сказать Баране. Мы же говорим о хорошем, мы ничего не... Да, 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 я знаю. Мы не против, нету. Может, кто-то будет смеяться с моего... Мы никого не ругаем. Почему? Люди другие будут радоваться, что мы так мирно с вами. Может, кто-то будет смеяться с моего акцента, мой акцент русский... Нет, 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 зачем смеяться-то? А я, по-вашему, совсем не могу. Так что теперь делать? Ну, да. Так что, вы понимаете, русский язык мой, мой русский язык, как я говорю? Да, понимаю, вы хорошо говорите, вполне понятно. Ну, я так чуть-чуть научился, и так хочу знать побольше, побольше, но не знаю, как это получится. Но если будете слушать передачи, вот на нашем видеоканале, вы многое будете еще больше знать. Даже так? Да. Ну, хорошо. Хорошо. А когда эта передача у вас есть? Вот передача, допустим, я сегодня вот говорим с вами, я ее выставлю там, вот она будет неделю через полторы. И там будет написано «Поляк Войтек». Угу, значит так. Да, так я назову так. У нас хорошие с вами сразу установились отношения, мы беседуем о Божественном, как прославить Христа. Ну, конечно, конечно. «Лаудетур Йезус Кристос». О, да, да, да. Это по-латински, да? Да. По-латински, да. Ну, хорошо. Я не знаю, у вас там как говорят, а «Матка Боска». «Матка Боска», да. «Божья Матерь, это как у вас, по-вашему?» «Матка Боска». Ну вот, видишь как. «Матка Боска». Ну, хорошо. Ну, спасибо. А как вас зовут? «Игнатий». «Игнатий». По-вашему, «Игнатий». «Игна...» «Игнатий». «Игнатий». По-вашему, «Игнатий». Да, ну, там, по-вашему, посмотрите, у вас даже папы были «Игнатий». 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 Ну, у вас-то маленько там изменено, может быть, маленько. «Игнатий». «Игнатий» — это греческое имя, означает «неизвестный». «Неизвестный». «А, может быть, да». «Угу». Ну, хорошо, я уже буду кончить. «Да». «Живаю вам». «Найдите этот глазок, и когда сделаете его, тогда позвоните». «Хорошо, хорошо, хорошо». «Спасибо, до свидания». «До свидания, во славу Божию». «Видишь, как Бог устроил такую встречу». «Слава Христу». «Еще там не отключается у вас?» «Еще там не отключилось?» «У вас не отключился аппарат». «У вас аппарат не отключился там». «У вас аппарат не отключился». «Еще там не отключился...» «Он аппарат не отключился». «Еще там не отключился там был этот день.